Итак, здравствуйте. Я Тачина Лидия Петровна, преподаватель технологии производства неметаллических строительных изделий и конструкций. И сегодня мы с вами будем рассматривать презентацию нашего курса. И начнем с того, что я вам представлю те изделия, которые в настоящее время выпускаются и на предприятиях заводов, железобетонных изделий, комбинатов, и даже применяются в монолитном строительстве. Ну вот какие изделия главным образом сейчас изготавливают на заводах? Это трехслойные стеновые панели. Эти трехслойные стеновые панели, почему и называются трехслойными, потому что у них два слоя наружные и внутренние из тяжелого бетона и между ними слой утеплителей или пенополистирол или минеральная вата. Кроме трехслойных стеновых панелей выпускаются и однослойные стеновые панели полностью из тяжелого бетона. Выпускаются панели из легкого бетона на пористых заполнителей, которые тоже очень хорошо удерживают тепло. Кроме того, на заводах выпускаются такие изделия, как балки, колонны, различные сваи забивные. И, конечно же, очень интересные изделия, такие как объемные сантехнические кабины, кабины шахт-лифтов, вентиляционные блоки, лестничные марши. Но лестничные марши выпускают, кроме лестничных маршев, выпускают еще и лестничные марши и две площадки в специализированных формах. Ну и, конечно же, вот изделия, которые широко применяются в настоящее время, это лотки, это различные ограждения, сборные железобетонные ограждения, кольца колодцев и в связи с большим строительством дорог, конечно же, различные дорожные плиты. Но дорожные плиты выпускаются не только абсолютно плоские гладкие, но еще и с рифленой поверхностью, в частности это для аэродромных покрытий, ну и других назначений. Бетонные железобетонные конструкции применяют в различных условиях. И в связи с этим мы будем с вами рассматривать вопросы организации заводского производства. Причем, начиная с доставки всех компонентов бетонной смеси, ее приготовления, доставки арматуры, изготовления арматурных элементов, затем, естественно, формование изделий, тепловая обработка и складирование изделий. И мы рассмотрим разные технологии изготовления изделий. И агрегатно-поточную технологию, и конвейерную технологию, и стендовую технологию изготовления изделий. При этом кассетную технологию, как один из разновидностей стендовой технологии. Но мы рассмотрим также вопросы утилизации железобетонных элементов сносимых зданий и сооружений, что сейчас очень является насущной проблемой, потому что и наши пятиэтажные здания, которые уже отслужили свой срок, и, кроме того, различный брак железобетонных изделий, он просто-напросто, если его не утилизировать, то он будет просто загрязнять окружающие территории. И уже существуют линии по утилизации железобетонных и отходов, и брака, и сносимых зданий, элементов сносимых зданий. Кроме того, мы рассмотрим вопросы, касающиеся деревянных элементов. Причем очень интересный вариант, который мы с вами рассмотрим, это при ремонте и строительстве зданий, которые имеют железобетонный каркас, а наружные стеновые панели, изготовленные из дерева. И, как я вам уже сказала, производство железобетонных изделий включает следующие основные технологические процессы. Это приемка и хранение исходных компонентов. Это изготовление арматурных элементов, приготовление бетонной смеси, формование изделий, ускорение предъявления бетона и складирование. Рассматривать мы будем в основном не только теорию, но и рассмотрим вопросы, которые связаны с действующими предприятиями. То есть изготовление изделий на действующих предприятиях, тем более, что современные заводы частично уже оснащены и продолжают оснащаться новыми технологическими линиями, где практически полностью заменяется ручной труд, где непременно включается автоматизированное производство. И у нас в городе, естественно, такие заводы есть, и мы как раз вот рассмотрим их работу. Наш курс, междисциплинарный курс технологии производства неметаллических строительных изделий и конструкций включает два основных раздела. Это раздел бетонноведения и технологические процессы изготовления бетонных и железобетонных изделий. Раздел бетонноведения. Здесь мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Это и основные понятия и определения. Мы с вами уже изучали на курсе стандартизация что современные ГОСТы, начиная с 2002 года, прежде всего начинаются с того, что введены разделы, термины и определения. Поэтому мы с вами, конечно же, тоже должны изучить все эти основные понятия. Дальше мы рассмотрим вопросы классификации бетона, по каким признакам, по каким параметрам классифицируют бетоны. Мы рассмотрим сырьевые материалы для получения бетонов и строительных растворов. При этом, опять же, мы вспомним, что у нас этот курс междисциплинарный. То есть мы будем с вами отталкиваться прежде всего от тех знаний, которые вы уже получили, когда изучали общую технологию строительных материалов. Мы рассмотрим свойства бетонной смеси, структуру бетона, основные свойства бетона, принципы определения состава тяжелого бетона. Мы рассмотрим разные виды тяжелого бетона. Рассмотрим легкие бетоны на бористых заполнителях, рассмотрим лечественные бетоны, такие как газобетон, пенобетон, ну и другие вопросы. А при изучении раздела технологические процессы изготовления, мы рассмотрим следующие вопросы. Приемку и хранение вяжущих заполнителей. То есть, как я вам уже говорила, мы начнем со складов. Рассмотрим отдельно схемы технологические из склада цемента, из склада заполнителей, из склада арматуры и готовой продукции. Рассмотрим существующие бетонно-смесительные узлы, типовые бетонно-смесительные узлы у нас в стране, в частности в нашем городе, сейчас переоборудуются. Новым оборудованием, опять же, полностью автоматизируется весь технологический процесс. Рассмотрим вопросы технологии изготовления различных арматурных изделий. Рассмотрим формование бетонных и железобетонных изделий. Методы ускорения твердения бетона. Ну и в заключении, способы изготовления железобетонных изделий. И, как я вам уже говорила, сегодня я еще хочу вам показать некоторые снимки складов действующих предприятий. Вот, например, склады цемента. Вот в данном случае представлена фотография силосного склада цемента. Это однорядный склад. Это с действующего предприятия в Санкт-Петербурге. Или вот другой силосной склад. Это групповой силосной склад. Здесь прямо два склада сразу показаны. Которые шести силосные склады. И в верхней части объединение для того, чтобы на силосном устройстве расположить необходимое оборудование. Опять же, склады заполнителей. Вот два варианта показаны склады заполнителя. Одна. Одна. Действующая предприятия и на другом. В данном случае показан склад и показано, что в этот склад заполнители, кроме того, что они прибывают по железной дороге, они могут поступать и автотранспортом. А вот на следующей фотографии показана и галерея подачи заполнителей в склад такого типа. Это склады полубункерные, траншейные. Склады арматуры. Арматура на заводы поступает и в бунтах, и в прутках. Вот арматура, поступающая в бунтах, складируется вот таким вот образом на специальных кассетах. А арматура, поступающая в прутках, в пачках, она складируется либо в специальных напольных кассетах, либо в специальных стеллажах. Далее я вам представляю, опять же, фотографии с действующих предприятий для складирования готовой продукции. Вот стеновые панели, с которых мы начинали сегодня, они складируются в специализированных кассетах. Склад готовой продукции на улице и оборудование склада, прежде всего, мостовые экраны. А вот кассеты, где изделия складируются в вертикальном рабочем положении. Ну вот представленные шахты лифтов складируются на складе вот таким вот образом. То есть просто шахты не складируются друг на друга, а просто по одной шахте на этом складе располагаются. И перемещаются тоже так же с помощью мостового крана. Ну и дальше я хочу представить некоторые технологические линии на действующих предприятиях. Вот как раз опять разговор идет о тех самых трехслойных стеновых панелях. И я представляю действующее предприятие в Санкт-Петербурге, на котором новое, совершенно новое оборудование. Это так называемые опрокидывающиеся поддоны. Термоподдоны. То есть на этих термоподдонах происходит не только изготовление самих изделий, но и тепловая обработка. Причем стеновые панели, как я уже говорила, работают естественно в вертикальном положении, их рабочее положение вертикальное. И для того, чтобы не повредить изделие, эти поддоны могут подниматься на угол от 70 до 80 градусов. То есть при съеме изделия не возникают никаких изливающих напряжений, которые могут повредить изделие. Или, например, изготовление стеновых панелей кассетных установок. Причем я показываю вам современную кассетную установку, которой одновременно изготавливается 20 изделий. Причем чем она отличается от тех, которые раньше использовали. Там невозможно было, практически невозможно было изготовить изделия, которые имеют проемы. В данном случае, вот здесь вот на фотографии, вы видите, что сюда может войти между стенками рабочие. Здесь может быть установлены вкладыши и армирование. То есть все сделано для того, чтобы удобно было работать. Ну и, конечно же, преимущество их еще и то, что сразу можно изготовить 20 изделий. А это значит, что очень компактно все эти кассеты располагаются в цеху. Кроме того, вот здесь у меня представлена фотография конвейерной технологии изготовления. Опять же, современная технология. Это фирма Wienmann. Немецкая фирма. Фирма, которая вот с помощью этой технологии изготавливают стеновые панели, изготавливают панели перекрытия. Причем здесь полностью все работает в автоматическом режиме. В том числе и щелевая камера, которая здесь представлена для ускорения твердения бетона, также работает в автоматическом режиме. Ну и в заключении я хочу сказать, что сейчас все производство заводов железобетонных изделий, комбинатов железобетонных изделий, все рассчитано на то, чтобы как можно меньше было ручного труда, а для этого, конечно же, весь парк оборудования необходимо обновлять. необходимо применять именно автоматизированные технологии, применять роботы, манипуляторы. Ну и в дальнейшем, когда мы будем уже изучать конкретные схемы производства, я вам покажу и применение роботов, и манипуляторов, и различные автоматизированные схемы производства. Музыка Продолжение следует...